Стоит ли опасаться запрета доллара в России? Можно ли покупать иностранные акции на ИИС? И какие новые сюрпризы Синьков преподнес своим клиентам сегодня? Обсуждаем эти и другие новости из мира экономики и финансов в дайджесте InvestFuture. С вами, друзья, как всегда, Гира Юхтенко. Ну что ж, друзья, Санкт-Петербургская биржа сделала сегодня анонс, которого многие ждали. С 20 июня на площадке начнутся торги ценными бумагами компаний из Гонконга. Сначала будут доступны 12 бумаг, к концу года до 200, ну а к концу 2023 года до 1000 эмитентов будут доступны. СПБ биржа подчеркивает, что расчеты будут проводиться в гонконгских долларах и, что важно в новых условиях, без участия европейских клиринговых компаний. То есть намекает площадка на то, что санкции здесь страшны не будут. Ну, новость, в принципе, хорошая. СПБ биржи сейчас ищут какие-то варианты, собственно, что делать с резкоупавшим спросом на бумаги из США, Европы и других стран. И Гонконг в этом плане, конечно, хорошее решение. Но я не знаю, тут, наверное, каждый для себя должен решать, вот после того, что произошло на СПБ бирже в этом году, готовы ли вы вообще какие-то бумаги там покупать. Ни на что не намекаю, просто говорю о том, что здесь как-то каждый человек должен сам определиться с этим. Ну и, собственно, известно, что первыми на площадке появятся бумаги самых крупных эмитентов, таких, например, как Alibaba и JD. Потом постепенно станут подтягиваться бумаги вроде Xiaomi, Tencent, Meituan, Sunny Optical Technology, ну и другие компании, которые не очень на слуху пока у российских инвесторов. Но я уже предчувствую, как скоро у многих из нас заскрипят шестеренки, потому что нужно будет запоминать новые компании, разбираться в секторах и так далее. Это в любом случае интересно, даже если вы бумаги покупать не собираетесь, но это так или иначе пища для ума. СПБ биржи говорит, что торги будут проводиться с 8 до 6 вечера, размер одного лота от одной до нескольких ценных бумаг, расчеты T плюс 2 по классике. Торговый календарь будет совпадать с календарем гонконгской биржи. Ну и, собственно, через брокеров можно будет конвертировать валюту, сами расчеты в гонконгских долларах. И, собственно, что важно, бумаги с гонконгской биржи будут доступны даже неквалифицированным инвесторам, потому что раньше-то, в принципе, можно было через тот же финам выйти на Гонконг, если ты квал. Но вот сейчас этот инструмент будет становиться таким более демократичным. Ну, в общем, пишите в комментариях, что вы об этом думаете, планируете ли добавлять гонконг в свой портфель. Ну и я вот подумываю, что мы в любом случае сделаем разбор первых 12 бумаг, которые будут доступны. Начнем сейчас его готовить с командой. Но тут важный момент, что я так понимаю, что сами брокеры не 20 июня запустят торги, а чуть-чуть попозже. Ну, в общем, здесь будем ждать новостей. Идем дальше. Сегодня, конечно, все обсуждают выступление Эльвиры Набиулиной на ПМФ. Она заявила, что не стоит бояться запрета доллара в России и заморозки валютных вкладов. У Набиулиной вот прям в лоб спросили, конфискуют ли в России валютные вклады. Она ответила, что нет. Запретят ли доллар? Нет. А евро? Нет. У нас еще и другие валюты есть. Нет, не запретят. Заключает Эльвира Сахибзадовна. Ну и добавляет, что по мере стабилизации финансовой системы валютные ограничения постепенно ослабляются. И, мое мнение, большинство из них должны быть синяты. Но не уточнила, когда и что такое большинство из ограничений. Потому что пока есть ощущение, что не стоит надеяться на то, что 9 сентября снимут все то, что было введено 9 марта. Но посмотрим. Может быть, ситуация действительно будет меняться. Также Эльвира Сахибзадовна сказала, что регулятору нужно работать над восстановлением доверия частных инвесторов. Цитата. Мы много работали, чтобы люди пришли на фондовый рынок. Сейчас у них разочарование, и это вызов для нас. Ну, разочарование не то слово. И, конечно, чтобы доверие восстановить, тут, наверное, как-то сообщество розничных инвесторов, которых я тоже немножко представляю, может предложить, например, разрулить все те проблемы, с которыми за последние три месяца, уже даже больше, столкнулись розничные инвесторы, разрулить по закону, так, чтобы люди, конечно, не были ущемлены в своих правах. Мы сейчас продолжаем работать над документами, которые я понесу в Центральный банк. Буду на следующем заседании экспертного совета по защите прав розничных инвесторов Буду стараться тоже донести моменты, про которые вы мне рассказывали, которые я знаю из личной практики, ну и как-то пытаться все-таки обратить внимание на те нюансы, которые есть. Ну, кстати, про доверие инвесторов. В Думе разъяснили порядок ограничения львот по ИИС. Анатолий Аксаков, глава Комитета Госдумы по финрынкам, рассказал, что там у нас планируют подкрутить по ИИСам. Ну, вот, собственно, цитата. Очевидно, мы должны принять решение, что льготы по ИИС не должны действовать, если средства инвестируются в иностранные ценные бумаги. Главная причина – странно предоставлять льготы, если деньги уходят за рубеж. Мы фактически стимулировали вложение в иностранные юрисдикции, и в результате многие пострадали. Аксаков говорит, что речь идет не о запрете на покупку иностранных бумаг на ИИС, но обсуждается отмена льгот в случае инвестирования в иностранные акции. Ну, вот он раскрывает эту мысль. Та часть, которая инвестируется в иностранные бумаги, на нее льготы не распространяются. Если деньги инвестируются в российские бумаги, то пожалуйста. Ну и добавляет, поскольку целью указанных налоговых преференций в первую очередь должно быть стимулирование инвестиций в российские ценные бумаги и финансирование российской экономики. Ну, вот как-то так. Ждем здесь каких-то официальных уже окончательных решений. В общем-то, я еще в начале марта сказала, что это будет очевидно происходить. Это очень странно, что инвесторы до сих пор могли покупать акции какой-нибудь оружейной компании и получать за это налоговый вычет. Было понятно, что эти штуки будут ограничиваться. Но вот, собственно, я думаю, что скоро потянется и законодательная база. Еще важный момент сегодня прояснился. Регулятор заявил, что российские инвесторы все-таки смогут зачислять деньги на свои брокерские счета за рубежом, полученные от продажи акций. Это тема, которая очень много вопросов вызывала в последние дни. Потому что если, условно, у человека есть счет в IB и он хочет акции продать, то по ограничению на вывод средств, которое действовало вообще с 1 марта, человек не имел права это сделать. Потом сказали, что окей, можно, но с разрешения правительственной комиссии специальной. Ну и вот, собственно, Эльвира Набиулина заявила, что все-таки можно, расслабьтесь. Она сказала, что решение об этом 15 июня приняла правительственная комиссия под руководством Антона Силуанова. Осталось официально оформить эти изменения. Цитата. «Мы, конечно, поддерживаем то, чтобы это решение было принято, потому что многие наши люди оказались заперты с этими иностранными акциями в иностранных юрисдикциях», отметила Набиулина. Но от Минфина пока никаких официальных объявлений не было, поэтому ждем. Ну, это вот, знаете, такая штука, когда ты у человека что-нибудь отнимаешь, потом возвращаешь, и человек чувствует себя невероятно счастливым. Мне кажется, что это вот то, что происходит в последние дни. Вот эти вот какие-то несладкие конфеты минутных послаблений, они, конечно же, нас радуют. Но если посмотреть на ситуацию немножко более глобально, то радоваться-то как бы особо нечему. Тем временем на полях того же ПМФ сегодня был такой настоящий финансово-экономический день. И вот глава Минэкономразвития Максим Решетников тут рассказал, какой курс рубля является оптимальным для российской экономики. По его словам, это интервал 70-80 рублей за доллар. Но пока это мечта, заявляет господин Решетников. И он добавил, что Минэк скорректирует свой макропрогноз до 2025 года и будет уточнять прогноз по курсу рубля в сторону укрепления. Вот такая вот ситуация. Ну и Решетников сказал, что в целом крепкий рубль – это вызов для экономики, потому что это создает проблемы для российских экспортеров и импортеров. Еще на ПМФ было заявлено о том, что обсуждается концепция регулирования работы майнеров в России. Об этом заявил министр энергетики Николай Шульгинов в кулуарах форума. Он заявил, что министерство не будет вмешиваться в регулирование криптовалют, но считает важным регулирование их деятельности как потребителей электроэнергии. И в частности он рассказал, что будет введен аквет для майнинга как вида деятельности и будет определяться для этого всего налоговая база. Ну, на мой взгляд, регулирование – это всегда лучше, чем полный запрет, так что посмотрим, какие там будут детали. Ну и чуть не забыла рассказать про Банк Тиньков, который у себя в Телеграм-канале сегодня выпустил любопытную такую памятку-анонс, где рассказывает, что поменяется для клиентов. Во-первых, есть нововведения, которые вступают в силу с 16 июня, то есть с сегодняшнего дня. И здесь есть, конечно, несколько вещей, которые, ну, прям удивляют. Во-первых, было сказано, что с 16 июня минимальная сумма SWIFT-переводов составит 20 тысяч долларов. И это, конечно, очень интересная история, когда банк вот просто говорит, что, ребят, а вот с сегодняшнего дня так. То есть представьте себе, да, у человека были какие-то планы, он, может быть, сегодня хотел перекинуть деньги по какой-то своей потребности, там, допустим, не знаю, условно, там, две тысячи долларов. Но как бы вот теперь только 20 тысяч, если нет, то копите. Ну и второй момент, появится комиссия за входящие SWIFT-переводы в долларах, евро и фунтах. 3% от суммы перевода, но не менее 200 условных единиц. Тоже такая любопытная новость. Потом также Тинькофф сказал, что у нас с 23 июня меняется. Ну и здесь, в общем-то, Тинькофф, похоже, как-то вот прислушался, может быть, к комментариям от Банка России, но не до конца, потому что сказал, что, ребята, мы все-таки немножко смягчаем условия обслуживания карточных счетов в долларах, евро, фунтах и франках. Теперь, если у вас лежит на счету до 10 тысяч условных единиц, то комиссии не будет. Раньше было до тысячи, да, в прошлом анонсе. Ну, а если уже больше 10 тысяч условных единиц, то размер комиссии 1% в месяц. Вот такая вот история. Но как бы не очень понятно, потому что ЦБ говорит, что банки вообще не имеют права, кажется, этого делать, ну, по крайней мере, кажется, что намекает на это ЦБ. Но Тинькофф не отменяет комиссию, а просто повышает порог, после которого комиссия будет взиматься. Очень интересно, как будет эта ситуация развиваться далее, потому что, ну, пока кажется, что ЦБ все-таки не хочет, чтобы, по крайней мере, в ближайшее время банки приближали отрицательные ставки. А банки, в общем-то, хотят это сделать как можно быстрее. Ну, а вообще, вот я еще раз хочу подчеркнуть, что мне кажется, что вот этот шум новостей, который нас просто вот обволакивает и тащит за собой, он не должен как-то мешать нам видеть общую картину. Общая картина заключается в том, что девалютизация идет полным ходом, да, дедолларизация, деевроизация, не знаю, как хотите, дефранкиизация. И, ну, к сожалению, это так, это тот вектор, по которому мы движемся. И на ПМФ это тоже обсуждалось сегодня. То есть говорилось о том, что не должно вводиться каких-то жестких ограничений, которые в моменте бьют по карману пользователя. Но глобально, там, на горизонте месяцев и лет ближайших, в целом должна происходить вот та самая девалютизация. И от токсичных валют, как вот было сказано на форуме, россияне должны как бы избавляться. Но еще есть такой момент, у нас там седьмой пакет санкций на подходе. И есть мнение, что мы можем увидеть санкции против НКЦ. И это вообще поставит под вопрос торговлю валютой. Ну, здесь будем тоже обязательно держать руку на пульсе. Я считаю, что в целом любые инвестиции в валюте сейчас сопряжены с огромным риском. Да, по крайней мере, в валюте тех стран, которые принято теперь называть недружественными. Ну, это мое субъективное мнение, могу ошибаться. Как-то так. Друзья, на этом сегодня у меня все. Спасибо за внимание. С вами была Кира Юхтенко и команда InvestFuture. Берегите себя и свои деньги.